Всем добрым утром. Девчонки идут в церковь. Смотрите под сумочку платье. Девчонки купили? H&M. И сережки из H&M. Хорошо, ты слишком много движешься. Извините. И жилье. Девчонки купили? Вау, второе. И штаны, и джекет. О, это красиво. Я думал, что ты купил H&M. Это красиво. Можете здесь стоять, чтобы я вообще не могу видеть свет? Я знаю, у нас такие дети. Я знаю, такие стильные, что капец. Габриэл хочет заработать экстра деньги. Я ему сказала, иди убери мою машину. Но вижу, что Дэнни тоже подключился. Дэнни, я платить не буду. Здесь я потеряла кусок видео. Я в нем рассказывала, что варю бульон. А также рассказывала про то, как Анжелике надо пойти встретиться с клиентом сегодня. И в субботу, что мама Рики привела свою подругу, чтобы скупиться в ее магазине. Но Анжелика была в отпуске. Продолжение следует. В общем, что-то с камерой у меня осталось. Рикина мама пришла со своей подругой. Это в то же время, когда Анжелика была в Оклахума-Сити. И подруга не могла в другой день. Ей надо было на работу выходить, ей надо была одежда. И Анжелика сказала, что подруга потратила 1700 долларов. Это бы могло ей накапать в карман. Ну, некоторая комиссия. И, в общем, не получилось. Я говорю, ну, это жизнь. Ты не можешь гулять и работать одновременно. Быть в двух местах одновременно. Ладно, пошла. Вот такие профитроли. Их не всегда продают. Вот на рождественский сезон. Знаете, такой Валди. Сезонный такой продукт. Хотела показать, что внутри. Ну, как заварное пирожное, да? Ой, позже, что я показываю. И залито шоколадом. Ням-ням. В общем, сварила я бульон. Классно, что в мультиварке это делается очень быстро. Ну, 30 минут оно варится. А потом оно доходит до этого, до момента кипения. Наверное, еще минут 15. Ну, в общем, за 45 минут готов бульон. Вообще, бульон полезен просто пить. Так что я сейчас сюда натру чеснока и попью горячего бульона. Мои молодята вернулись уже из церкви. Они ходили кушать. Лики оплатил за обоих девчонок. Джульетта, я чувствую себя так неудобно. Я говорю, ничего страшного. Он джентльмен. Спасибо. Я говорю, им приятно это самое тоже, когда они это делают. Везут Джульетту на работу сейчас. Пока сюда ехала, я чуть ли два раза не поехала не в ту сторону. Как-то так на автомате. В начале два шоссе надо поменять. Я чуть не поехала в садик туда, куда Тринити шла. Вовремя себя спохватила. Сейчас только что. Чуть ли до доктора не поехала детского. Тоже вовремя. Поняла, куда еду. Мне надо было не бульон пить, а кофе походу. Ладно, сейчас спрошу ее народу на балом везде. Все, рождественская лихорадка началась. Люди скупляются. И чем дальше, тем хуже будет. Итак, я сбросила детишек к бабушке троих младших. Со мной Анжелик. Мы едем в торговый центр. У нее так и не получилась встреча с клиентом на сегодня. Им придется сделать новый аппейтмент. Даю прием. Хочу сделать ноготочки. У меня уже они начинают отпиливаться. Мама говорит, что ты сама не можешь сделать? Я говорю, там уже не те ноготочки сама уже не смогу сделать. Я, конечно, могу сделать. Они мне на следующий день уже будут отпиливаться. Столько... Я уже не это самое. Не просто сижу, ручки сложим, знаете. Раз посуду помыть и все. Тю-тю. Так что едем. Ты должен спросить, чтобы мне подарить подарки. А уже! Поняли, поняли. Дай мне деньги, чтобы я смогу купить больше. Поняли. Если вы говорите по-нагогическим, она говорит... Я могу сказать им, что я хочу для Хрисмаса. Кейт Спейд. Короче, вчера ей подарили. Денюшки. И она купила себе новые кроссовки с Кейт Спейд. Вау. Ага. Кейт Спейд. Вау. Кейт Спейд. Вау. 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 Супер. Вау. Ты не очень красивый, да? Я просто беру твои руки. Да. Вот такая у меня девушка-буколистка. В общем, вот такие я ноготочки сделала. Праздничные такие золотистые. Более так осенние, знаете. Вау. Окей. Релакс. В общем, она шутит, говорит. Передай подписчикам, они могут мне дарить подарки. Я могу сказать, что я хочу на Рождество. Я говорю, с такими расценками, я думаю, никто не захочет тебе дарить подарки. Даже мама. Ладно. Все, закончили. Едем. В общем, только что сбросила Анжелику домой и еду к маме обратно. У Анжелики сегодня в Kate Spade будет вначале типа как заседание, а потом как рождественская вечеринка. Они будут одеты в пижамы. Они будут обвиниваться подарками. Не знаю, почему так рано видно. Знаете, декабрь будет заполнен всякими разными семейными вечеринками. То, я думаю, они решили пораньше сделать. Сегодня что? 17 ноября уже празднует Рождество. Но она говорит, что она оденет свою рождественскую пижаму. И там они будут делать панкейки и пить горячий шоколад и будут обмениваться подарками. Она купила через дорогу в торговый центр. Там есть магазин Nordstrom Rack. Любимый магазин моей сестры. И там она купила сережки от Kate Spade. 20 чем-то. В общем, с налогом где-то 25 долларов вышло. И она говорит, что у них лимит был 25 долларов на подарок. И, в общем, они будут играть в грязного Санту. Это в смысле, кто-то выбирает подарок. Если, скажем, кому-то понравился ваш подарок, они могут его украсть. Они не будут выбирать из кучи там, где подарки лежат, а сразу заберут ваш. И, по-моему, два раза можно так забирать друг у друга. И уже третий человек, который выбрал, у него забрать нельзя. В общем, это добавляет веселья в обмен подарков. А бабушка детей выгуливает? Тренька там... О, Боже! Не хочет домой тебя! Я голодная! Ты чего? Тренька, ты что, друзей нашла? Ну, маленькая. Я знаю, как ты прыгнул. О, окей. Тренька. 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 О, окей. Бабочке хризантема с ее сада. Осень, осень, осень. Я очень довольна своими ноготочками. А вот и бабушка придет с джавшиком. Я хотела сказать, что в этот раз дядя, который мне делал, другой дядя был. И это самое. Очень так аккуратно красил. Знаете, вот везде такой ровный слой. Видно, что старался мужик. Мне он понравился больше. Хоть мне Анжелика рекомендовала своего дядю, а мне этот дядя Стивен больше понравился. Ну, так смешно. Они все там азиаты и с такими именами Энди, Стивен, знаете, американскими. Они, наверное, уже всю жизнь жили. Не знаю. В общем, я пошла себе пельмени. Мама сделала. Пойду приготовлю пельмени. Мама опять во дворе с малым. Сказала, что у нее в холодильнике. Разогрелась я ей пельмени. Хотела уксус. Что-то обрыла у бабушки везде. Уксуса я не нашла. Так что нашла у нее квашеную капусту в холодильнике. Вот такой у меня натюрморт. Всем приятного аппетита, кто ест. Я так чувствовала, зашла, рассказала, где у нее уксус. Ура! Подъехала к Банзенову, потому что Джульета закончила с работы. Вот она. И, в общем, она раньше закончила, чем я приехала. В общем, она сразу сюда пришла. Любимое место. Анжелика вернулась. Она купила одеяло. Она выиграла одеяло во время обмена подарками. И завтра покажу. Сейчас они с Джульетой организовывают Анжеликины туфли, обувь. В общем, освобождают место для новых. Ну, я буду с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку. И про просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До новых встреч. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok